В поселке Васильевка, Оренбургской области, почти сутки тушили пожар. Справиться с огнем смогли лишь под утро. Пламя полностью уничтожило 11 дворов, дома и хозпостройки. Ситуацию удалось взять под контроль лишь с помощью авиации Минобороны. Из Васильевки эвакуировали почти 200 человек, в том числе детей. Некоторым теперь возвращаться просто некуда. Петр Дерягин оценил масштаб бедствия. На этом месте был жилой дом. Сейчас только пепел. Огонь охватил небольшой поселок Васильевка. В Оренбургской области за считанные минуты, перекидываясь с крыши на крышу, пламя уничтожало все на своем пути. Люди выбегали из домов. На спасение имущества времени уже не было. Баня, кухня, все сгорело. Вся скотина сгорела, все сгорело. И дом сгорел, и машина сгорела. Там стояло во дворе все. Паспорт забыл. Дом вон на шефонаре. Там паспорт, права на машине. Пожар охватил 11 домов. 200 жителей поселка были срочно эвакуированы. Первыми занялись хозяйственные постройки на окраине. Где-то часа в три дня мне позвонила сестра и сказала, что горим. Я быстрее, быстрее и сюда. Приехал сюда. Здесь горит уже сено, горят соседи. Дома три, наверное. Все в дыму. Тот дом горел, наш еще был целым. Для тушения спасатели задействовали вертолет Ми-8. От Министерства обороны на место вылетели два самолета Ил-76. Они сбросили больше 80 тонн воды. Сейчас спасатели выясняют причину возгорания. Скорее всего, очаг находился за пределами поселка. Как местные жители говорят, что пожар пришел с правого берега Сакмары. То есть это может быть человеческий фактор. Может и отдыхающие какие-то были. К наступлению темноты пожар удалось локализовать. Общая площадь возгорания составила больше 800 квадратных метров. Всю ночь пожарные разбирали завалы и проливали водой то, что осталось от построек. До последнего сохранялась угроза того, что пожар может распространиться на соседние села. Но сейчас спасатели полностью ликвидировали пламя. Сотрудники МЧС говорят, человеческих жертв удалось избежать чудом. Эвакуированные жители поселка вернулись в свои дома. Те же, кто потерял жилье в огне от пунктов временного размещения, отказались. Пока их приутили родственники и соседи. Петр Дерягин, Руслан Башко, Дмитрий Старостенко, Первый канал.